Всем привет! Сравнение смартфонов Samsung Galaxy A5 версии 2017 года и Meizu Pro 7. Давайте сразу поговорим о стоимости устройств. Samsung мы можем приобрести примерно за 500 долларов в среднем. Это в официальном магазине, полная официальная гарантия на год от производителя и полная комплектация. Meizu Pro 7 мы приобретаем чуть больше, чем за 400 долларов, примерно 420 в среднем, где-то так. То есть 500 в среднем и 420 в среднем, Meizu дешевле. Это тоже новое устройство, полная комплектация и гарантия от производителя. Теперь о комплектации. У Samsung Galaxy A5 в комплекте идет, сейчас я вам продемонстрирую. Вот это USB кабель, точнее не USB, а USB Type-C кабель, адаптер питания, наушники и переходник с microUSB на USB Type-C. Комплектация Meizu. Ну, там коробка все сложно запакована у Meizu, поэтому я просто вам расскажу, что тоже идет кабель USB Type-C, адаптер питания, наушников у него нет, а есть чехол. Вот такая вот задняя пластиковая накладка для Meizu. В общем, такие вот комплектации, примерно они равнозначны, но, наверное, чуть лучше у Samsung, потому что у него есть наушники, у Meizu нет. Такой чехол, он, наверное, не очень дорого стоит, думаю, несколько долларов. Вот, наушники все-таки будут подороже. То есть стоимость комплектации Samsung больше, чем стоимость комплектации Meizu Pro 7. Ну что, теперь о внешнем виде, в золотом цвете Samsung. Сделан он из металла и стекла, задняя часть стекла, передняя часть стекла защитная и металлическая окантовка. Сверху у него находится слот и дополнительный микрофон. На левой части кнопка приближевки громкости и второй слот. Справа кнопка включения и динамик. Снизу USB Type-C порт и джек для наушников. На задней части камера лет вспышка, на передней части 5,2 дюйма дисплей. Супер AMOLED, но об этом чуть позже, а также механическая кнопка для управления, которая также служит датчиком отпечатка пальцев. Над экраном фронтальная камера, разговорный динамик и датчики приближения освещения. Вот. В общем, такое достаточно красивое устройство. Хорошо лежит в руке, края его немного загнуты. Вот, демонстрирую. И удобно. Все. Ощущается в руке, плюс эргономичный дизайн. Теперь Omeizu Pro 7. Материалы корпуса металл и спереди у него закаленное стекло. Цельнометаллический корпус. На передней части находится 5,2 дюйма дисплей. Дисплей одинаковый по диагонали. Под дисплей механическая кнопка для управления, которая также служит датчиком отпечатка пальцев. Над экраном фронтальная камера и разговорный динамик. Слева у него слот. Справа кнопка включения и кнопки регулировки громкости. Сверху только микрофон дополнительный. Снизу динамик. USB Type-C порт и джек для наушников. На задней его части второй дисплей 1,9 дюйма. Двойная камера и двойная LED-спышка. Что ж, теперь включим устройство и посмотрим, кто быстрее включится. Что касается их габаритов, то толщина Meizu составляет 7,3 мм. Толщина Samsung 7,9 мм. Meizu чуть тоньше. Но так они примерно одинаково. Samsung включился быстрее. Разблокируем. Все работает. Разблокируем Meizu. И тоже все работает. Что касается дисплеев устройств, то в обеих случаях это Super AMOLED матрицы, разрешение Full HD и 424 точки на дюйм. Теперь идем дальше. Откроем настройки. Сведение о телефоне. Сведение о программном обеспечении. О телефоне. Версия Android 7.0. 7.0 там и там. Версия Samsung Experience 8.1. И версия прошивки Flyme 6.1.3 у Meizu. Теперь идем дальше. Откроем синтетический тест Geekbench 4. И поговорим о технических характеристиках устройств. Начнем с Samsung. Здесь используется процессор Samsung Exynos 7880. Это 8-ядерный процессор, работающий на частоте до 1,9 Гц. Графический видеоускоритель Mali-T830. Оперативной памяти устройства 3 ГБ и 32 ГБ встроенной памяти. Также есть возможность расширения памяти с помощью microSD карточки. Также смартфон со Samsung на полноценные 2 nanoSIM, так же как и Meizu. Но у Meizu нет слота для расширения с помощью microSD карточки. И придется довольствоваться 64 ГБ встроенной памяти. Теперь о Meizu. Здесь используется процессор от MediaTek Helio P25. 64-битный процессор, 8-ядерный, который работает на частоте до 2,6 ГГц. И видеоускоритель Mali-T880. Оперативки у него 4 ГБ, встроенной 64. Что ж, запускаем тесты процессоров и увидите уже сами результаты. Результат теста GeekBane 4, теста процессора. Видим, что в данном тесте Meizu чуть лучше будет, но в Multi-Eighted нам проигрывает Samsung. Теперь сделаем тест видеоускорителя. И увидите уже сам результат. Результат теста видеоускорителя. 3105 против 2574. Закрываем. GeekBane 4. Закрываем все открытые программы и перейдем к Antutu Benchmark. Meizu тест уже делал. Сейчас вы увидите результат Meizu 62000. И на Samsung этот тест сделаем. Запустим тест и увидите уже сам результат. Результат теста Antutu Benchmark. Видим, что в этом тесте Meizu набирает больше, хоть в GeekBane 4 был сильнее Samsung. Теперь сделаем тест экрана. Посмотрим, сколько касаний поддерживает тачи устройств. 5 касаний у Samsung и 10 касаний у Meizu. Закрываем. И переходим теперь к тесту интернета. Посмотрим, как устройство работает в интернете. Для этого перейдем на сайт Meizu. Загружается сайт Meizu. Китайский сайт. Тут... Должен загрузиться. Вот, загрузился. Только один и тот же, или это сайт Meizu.com? Да, вроде один и тот же, но... Это... Другая картинка, да? Ну да, всё похоже. Это один и тот же сайт, вроде бы. Нет, не один и тот же, но... Ладно, давайте попробуем на сайте Samsung. Samsung, потому что, видите, открывается какой-то китайский сайт, и что-то он на Samsung показывает одно, на Meizu показывает другое. Ну, вот Samsung.ru сайт. То же самое сделаем на Meizu. Вот, отлично. Один и тот же сайт. Работает хорошо. Что там, что там. Узнать больше. Одновременно нажал. И примерно одновременно загрузили. И у него назад. Meizu возвращает назад моментально. И давайте ещё вот сюда. Узнать больше. Одновременно. Samsung чуть быстрее, на миллисекунду где-то был. Возвращаем назад. Но Meizu, видите, возвращает назад моментально. И ещё давайте попробуем на сайте Apple.com. Раз Meizu не загружается, то... Сайт Apple точно откроется один и тот же. Вот, одновременно. Ну, примерно одинаково. Может где-то на миллисекунду быстрее на Samsung. Теперь сюда. Примерно одинаково по скорости. Но вот назад возвращает. Видите, что Meizu возвращает моментально. В общем, работает чуть-чуть быстрее, наверное, Meizu в интернете. По качеству одинаково. Теперь идём дальше. Игровой тест. Откроем для этого GTA San Andreas. И запустим на максимальных настройках графики. Что там, что там. На Meizu уже установлен максимальный уровень. И сейчас ещё сделаем максимальный уровень на Samsung. По умолчанию стоит высокий. Делаем максимальным. И запускаем игру. Начнём смотр с Samsung. Чуть подтормаживает игра. Да, особенно когда какие-то машины появляются. Думаю, заметно подтормаживает. Это заметно и на камере. Вот сейчас видите, как сильно подтормаживала игра. Ну, в общем, для комфортной игры лучше выставлять просто. Высокий уровень. Уровень по умолчанию на максималках игра подтормаживает. Теперь посмотрим на геймплей на Meizu. Уровень графики одинаковый, но на Meizu игра работает плавнее намного. То есть тут нет никаких глюков лагов. Таких, как на Samsung. Может где-то моментами FPS проседает, но не критично. И в принципе играть на максималках можно. Да, на Meizu GTA San Andreas работают лучше. Ну вот, теперь можно сделать какой-то вывод по игрушкам. Большинство игр будет работать одинаково, что там, что там. Но некоторые игры, такие как GTA San Andreas, и ещё в некоторых играх Meizu будет работать лучше. GTA San Andreas тому пример. Теперь идём дальше. Камеры. Камера на Samsung. Давайте её откроем. Вот и камера на Meizu. Что касается камеры, начнём с Samsung. Основная его камера это 16 мегапикселей. У Meizu основная камера двойная, 12 плюс 12. И фронтальная камера у Meizu 16 и у Samsung тоже 16 мегапикселей. Ну, теперь я покажу вам примеры фотографий на основную камеру, и вы сможете оценить их качество. Постараемся в Nord pak Анон couple. Все fretees. Всеútки- минусы. Пока. Суу. Что касается автономной работы, то батарейка в 3000 мАч, что там, что там, обеспечит один день работы, в среднем один-полтора дня работы. И автономность они показывают примерно одинаковую, то есть если там может кто-то чуть-чуть больше и работает, то это в принципе считать не стоит, потому что в целом они показывают примерно одинаковый результат. На этом все, спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!